итак всем привет я хочу появиться за кадром голосом и начать этот влог с моего дня рождения он был 28 января воскресенье и буду говорить сколько мне исполнилось мой день рождения начался цветов подарков с тортика с обнимание из поздравлений конечно в этот день я и грустила и мне было очень грустно потому что день рождения всегда как-то чувствуешь себя странно немного начинаешь сравнивать что-то успел сделать к своим годам скромным вот очень много размышляла в этот раз на день рождения я не строила никаких планов потому что думала смогу ли я улететь в петербург или я никуда не полечу и просто останусь дома отдохну дома но мы решили с артёмом сходить в ресторан на ужин поесть хинкали и там я все-таки приняла решение что хочу улететь отдохнуть сменить обстановку так я работаю 5 на 2 и отпуск у меня появляется редко но я три дня взяла заранее чтобы улететь и почему-то в последний момент начала сомневаться вот показываю букетик который мне подарил артём и в конце вы увидите все подарки которые мне подарили ну часть подарков часть еще ждет меня впереди мы отправились на ужин хорошо провели время я кстати впервые увидела перечницу и соль в виде хинкалек а эту книгу я забрала свою перескни под отправила ее подружка на день рождения вот было очень приятно забрать подарок по пути мы решили прогуляться заглянуть в книжный я просто там посмотрела поглядела и этот год был очень тихий и очень скромный я в семейном кругу в лице элвиса артёма и младшего брата артёма загадала желание и уже буквально через пять часов собиралась в аэропорт не 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 а У меня был вылет в 6 утра, я проснула где-то в 3, спала немножко в самолёсе, и вот я в Питере, я уже доходила в Буше, в отель меня ещё не пускают, только в 2 пустят, посидела в Буше, поела, но я ела, и меня затошнило, потому что я очень долго голодная, и уже ничего не лезла, а сейчас я, конечно же, первым делом иду в подписные, они открываются в 10, вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я уже обошла 2 или 3 книжных, один из которых вообще случайно туда зашла. Зашла в Зои, поела там, посидела и иду, ищу свой отель заселяться. Просто собачушки такие милые везде, тут ходят, везде они есть. Погода, конечно, прикольная, солнышко светит тепло, как весной, но ветер, хотя я иногда периодически без шапки хожу. А ещё, я же не была ещё в отеле, была на нём и заселили, я не накрашенная вообще, я хочу умыться, помыться с самолёта и просто лечь, пасть. Ну что, я заселилась у меня здесь, я сразу всё скинула, быстренько покажу. Я вообще люблю, когда показывают номера. Номер такой хорошенький, плюс я остановилась прямо в центре, на Невском. Так, тут даже есть кухонка, телевизор и то, что мне нужно сейчас, это кровать. Слушайте, и вид очень красивый, мне нравится. Кстати, вот ванная, тут такое эхо, очень всё хорошенькое. Итак, я уже пришла с душа. Чувствую себя очень хорошо, наконец-то. Пью гречишный чай, остывший, но он тёплый и зой, просто какие у них красивые стаканчики, обалдеть. Сейчас, наверное, перекушу, может поваляюсь, отдохну. Либо сейчас сразу выберусь до Исаакиевского или до Казанского собора, либо когда ещё больше стемнеет, чтобы были огоньки, не знаю. И поеду, наверное, на автобусе, а не на метро. Попробую, поэкспериментирую. Так, я с собой взяла одну книжку. Я не знаю, начну ли я её вообще. И я взяла с собой сразу специально открытки, которые мне тоже подписаны. Это давно есть, чтобы мне не хотелось купить то, что мне не нужно. интересно. Но я, конечно же, купила немного открыток. Я попросила их упаковать. Вот. Тут часть мне, а часть я дам девочке, Даше. И я даже не купила никакую книжку. В шоке. Я тоже в шоке. Здесь всего... Кстати, я ещё купила карандаш. Здесь всего четыре открытки. Такие две. Ой, это две закладки. Одну мне, одну Даша. И две вот такие Даша. Одна у нас есть с маяком. У меня есть с маяком. И вот такую ещё купила. Красивые пипяо. И, наверное, завтра снова дойду до подписных. Потому что я в целом... А, нет. Я завтра еду в Новую Голландию. Если ничего не изменится и со мной съездит девочка, она на меня подписана. Я надеюсь, у меня получится туда съездить. Потому что одной мне как-то очень стремно, честно говоря, туда ехать. Потому что я там не была ни разу ещё. Вот. В общем, пойду перекушу, отдохну и попозже подключусь. Глубок. Утром. 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 Затказов. Утром. Я вот смотрю на этот вид И просто не могу налюбоваться Мне здесь очень нравится Очень хорошо Короче, я решила выползти Думаю, может дойти до галереи Мне тут дойти пешком можно Десять минут Потом, может, до собора какого-нибудь Доеду, до Казанского или до Исаакиевского А еще, кстати, я же хотела Сходить в музей Но один музей не работает Вообще, три дня вроде бы Типа понедельник, вторник, среда Еще один музей тоже пришлю здесь Он сегодня не работает Я такая, спасибо А еще заходила в август в кофейню К ним в социальную сеть И они сегодня тоже работают До семи, а потом закрываются Светка супер Мой лучок Брючки И рубашка Все, погнали Просто какое оно все гигантское Какие-то куча, конечно Просто посмотрите, какие маленькие люди По сравнению с этими колоннами Итак, перед вами человек, который за сегодня прошел 17 тысяч шагов 17 или 18 Я очень устала Я, наверное, говорила уже, что я практически не спала Сейчас полвосьмого Ну, по местному времени По моим Сколько? Не знаю Даже не могу два часа прибавить Пока на завтра получилось Встретиться с девочкой Мы поедем в Новую Голландию Я надеюсь, все получится Вот И завтра я уже вылетаю В 23.45 у меня вылет Завтра будет тоже просто тяжелый день А я планировала отдохнуть здесь Тихо, неспешно Но у меня началась какая-то гонка Как будто мне нужно все успеть Везде сходить Хотя я планировала просто прийти спокойно в подписные издания И просто взять там кофе и сидеть читать И думала, у меня будут силы почитать сейчас вечером Но я, наверное, просто уже лягу спать И хочу выспаться Вот Увидимся уже в завтрашнем дне Так, я уже потихоньку собираюсь Хотела показать Ой, что? Ой, я испачкала Свои штаны А нет Так, я уже потихоньку собираюсь Скоро буду выселяться И у меня просто какое-то оранжево-желто-коричневое настроение Я как проснулась Заполнила за вчера Чуть-чуть то, что я делала Записываю, чтобы не забыть Вот, ну, какие-то свои мысли, эмоции Что я чувствовала И чуть-чуть почитала Сегодня утром тоже немножко И вчера буквально вообще пару страничек Вот так Так сказать, для галочки К слову о коричневом У меня даже топ коричневый Так, я уже собралась У меня уже половина двенадцатого Буду сейчас выселяться На самом деле Как-то мне тревожно Я отдыхаю здесь одна И одна не заселялась в отель И мне, короче, как-то беспокойно Вот, а еще сейчас тоже пойду на другую остановку Чтобы доехать до Новой Голландии И мне так грустно прощаться с номером Мне здесь так хорошо Он очень красивый, светлый Супер И, кстати, и вид из окна здесь классный И я смотрю, что солнышка сегодня еще нет Не знаю, будет или нет Солнышко пока не наблюдается А еще вот здесь гирлянда И она ночью горела Вот Я всегда с этим светильничком Он так добавляет уюта вообще Я уже собралась Еще раз покажу вам номер Здесь у меня был мусор Я все убрала Вот Не знаю, чего я боялась Но я просто выселилась Просто отдала карточку Оставила свой рюкзак у них И все Ой, сегодня милашка По сравнению со вчерашним днем Короче, я как самая настоящая туристка Ехала до Новой Голландии Но мне надо быть там в час-час двадцать Где-то потому, что девочка сможет подъехать Но по этому времени И я увидела, что здесь рядом Музей Набокова Я вышла И пойду сейчас туда Просто туристка Красота Вот, даже вот так Круто Наверное, это вот здесь Здесь можно увидеть мое счастливейшее лицо Я впервые взяла аудиогид Я не стала накладывать здесь музыку Чтобы вы услышали, какая здесь тишина Как скрипит здесь пол Здесь была я И еще две девушки Мама с дочкой Набоков родился И провел свое детство в этом доме Пока их семья Не эмигрировала в Европу Затем в Америку Это был единственный его дом Позднее он жил Либо в отелях Либо снимал Мне этот музей Очень понравился Несмотря на то, что он маленький И, возможно, там мало каких-то экспонатов И, ну, вообще, каких-то интересных вещей Но сам факт того, что я случайно нашла этот отель Очень меня вдохновил А еще было любопытно посмотреть на книги Которые издавались ранее И которые издавались на иностранных языках Ну, на зарубежных, на английском Помимо комнат, посвященных Набокову Его книгам, его вещам, сачку Также была вот такая комната Там очень много вышивки Это, видимо, был сам Набоков Зеленую комнату я немного не поняла Здесь вроде бы выставка Других современных художников Но само здание Старое Очень красивое Солнышко вылезло Я вышла из музея Уже иду до Новой Голландии Я просто в восторге от музея В восторге от того, что я туда пошла спонтанно Вообще даже не знала о таком Своего к стыду, что Набокову Лорида родился В Петербурге Вот, это единственный его дом То есть он в этом доме родился и вырос Я уже добралась до Голландии Пока я здесь хожу-прожу одна Скоро должна подойти Юля Мне здесь уже очень нравится Я просто люблю каменную укладку Везде А здесь ее много Здесь уже хорошо Возьмите До новых встреч Ух 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 Я все понимаю, все нормально, но я на самом деле очень спокойна, как я живу. Хорошо. И в такие места я раньше не заходила. А можно идти здесь снимать? Пятый клубник. Нет? Так, мы с Юлей поднялись. Здесь у меня все не видно. На самом деле. На самом деле. Нет? Что? Все? Все, все. В общем, мы заходили к счастью. Так, держи. Я покажу. Давай. Давай. Что такое ленточка? Не, подожди. Так, это что за культура? Это похожее местечко на счастье, выкупы чем-то непохожие, они делают марминад, шоколадки и паркетки. Ой, я люблю это! Там чё-то французский? Похож. Блин, ты чёрненький, у тебя же чёрный подарок. Я ещё когда была в подписных, это что, магнитик? Это закладочка. Ой, мне так руки трясутся, блин, я вообще не могу. Ещё и бузь, а это что? Это тоже закладочка, он как бы цепляется на страничку. Короче, я когда была в подписных, там тоже у них продаются вот эти наклейки, вот такие, ну с их надписями. Да, ага. Я думаю, ну глянь, наверное не буду брать, хотя у меня есть чехол вот с такими этими. Я думаю, мне надо ещё ту купить, пожалуйста. Ну ладно, я что-то не буду доставать. Это вообще какой-то восторг. Это мои открыточки. Я одну подписала тебе, а эти подумала, вдруг тебе захочется кому-то подарить. Так, это что? Это тоже открыточки. Кому подарить, это мне подарили. Это получается ты сама ресурс. Да. Это вообще восторг. Они такие приятные. Я буду обязательно тебя отмечу. Просто я думаю, про тебя и так все знают. Вообще. Так. Так. Ещё же тут что-то есть. Ну не знаю что. Периски. Так. Мне это нужно. Да. Мне нужно было. Так. Я обратно сверну. Я потом ещё дома всё сфоткаю. Так. Ой, ну это вообще. Ну я не знаю. Ну нет слов. Это очень чудесно. Вот. Это вот. У меня ещё в этом году. Так как там. Не знаю почему. Ну не то что мало подарков. Ну как-то немного. Я не буду больше. Ну типа плясовый. Просто деньгами. Но ещё от Артёма придёт подарок. Вот я приеду. Он мне подарит. И сейчас патрушка её увижусь. Она тоже подарит. Обычно да. Последнее рождение. Ещё какое-то время. Ещё. У меня есть монстрик. Я знаю что у неё есть. Открытки. Угу. 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 Вообще. Я очень надеялась, что тебе понравится. Угу. Я специально ничего не клеила, чтобы ты не знала что там. Угу. Блин. Тут... Это... Это тоже получается твоё? Ну рису. Рисовала я монстрика, да. А кто их вообще делает? Ааа... Мне выключить. Это мы братом делаем? А муж? Чем будет? Он тоже живой? Нет, мы делали вместе коробку. А потом, да, с Владимиром уже мы стали сделать вот бигляд. В основном, производство началось. Так, как это открыть? Просто чуть-чуть. Ты можешь потом там же хранить. Ну, выберешь коробочку. Так, это просто как конфетти, правильно? Да, я подумала, что такие классные штучки для фотографии можно использовать. Можно привязывать все. Я вообще какой ухотел? Да? Да, я попросила. Вот у меня сердечко видно. У вас большая команда? Вы просто вдвоем? Да. Ты вот это все сама упаковываешь? Не всегда? Не всегда. Либо в стиле, либо вправо. Ну, то есть больше никого нет? Есть еще девушка брата, она тоже помогает. Я вот это все тоже видела. Их же можно вместе на одну стену? У меня, наверное, прям сюда? Да. Короче, Юля делает это все сама. Посмотрите! Ананас — это самая роскошь на столе. Новый год! И нам было селфиджи, все эти магазины. Он был первооткрывателем в ритринах, то есть все очень ждали как представление футболка. И люди позади меня. Так, мы идем сюда. С ним он приезжал на лекцию. Ха-ха-ха! Что? Ты что-то говорила? Мне кажется, что здесь тоже можно что-то встретить. Я думаю, да. Ну, в этом, наверное, и суть. То, что намного говорится. Мы можем почитать о чем? Самую выставку? Такой дворик, кстати, классный. Вот если туда смотреть. Да? И здесь такая грязная стена. Кажется, что... И... Ну, это специально. Это же не экскурсии, они просто рассказывают. Угу. И смысл в том, что это музей без мебели. Это просто пустая квартира. Да. 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 И. И. А. Ну, да. Ух. Ух. Чувствую. Ух. 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 Погнал. Ух. 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 Я забыла, что он на меня очко Давай быстрее, дай влези Я вообще не могу твоего очка Это очень классно Вообще памятная штучка Субтитры делал DimaTorzok Я уже в аэропорту Уже все прошло, все досмотры Мы с Юлей попрощались в подписных изданиях Я потом пошла до своего отеля Забрала рюкзак Вот, и уже здесь Понюхать свои цветы Обнять пса И все Итак, я уже прилетела домой Уже приняла душ Сижу с мокрой головой И хочу распаковать подарки От Артема И еще у меня тут есть один подарочек И показать, что я привезла с собой И что мне подарила Юля Мне Настя подружка отправила две книжки Я отправляла несколько вариантов И она выбрала вот эту Я читала Элизабет Сраут Ее Оливию Китериш И вот Это другая книга Она не связана с теми двумя первыми Такую И еще Сильвию Платт Под стеклянным колпаком Я про нее слышала Но не читала еще И мне будет очень интересно Вот, и очень рада Что у меня эта книжка теперь тоже есть У меня здесь есть два сверточка Один от Артема А один от его брата И я знаю, что здесь тоже книжка Потому что я скидывала, что мне нужно Я хотела распаковать Вот именно как приеду Чтобы день дошления продолжался Длился всю неделю Распакую Я снимаю распаковку в это время Элизабет Так, здесь Тесс из рода Дебервили Я тоже еще не читала Но Настя, которая отправила мне те две первые книжки Ее читала, ей понравилось Я решила, пусть она у меня тоже будет Скорее всего, я ее прочитаю Тоже, может, в этом году Вообще Ну и книжка хорошенькая Того мы имеем Три книжки Я из подписных Не привезла ни одну книжку Но что-то хотела привезти В общем, там есть Академия Это будет пластический магазин Смотри, что я там купила За 130 рублей Ну, кайф Это я Мартышка Короче Мне кажется, это очень классно Вот Вообще красивая Такая яркая Так, распакую твой Потом покажу еще раз Что подарила Юля И я привезла Макароны из счастья Макароны Макаронцы Не знаю, как они называются А как они макароны? Ну, мне не надо А что такая? Я думала, ты найдешь Какую-нибудь на Авито Нет? Короче Вот Уууу Нифига он красивый Да, очень жалко, конечно Что он не пришел раньше Я думала, вдруг Там, типа, фотоаппарат И я бы взяла его с собой в Питер И день рождения бы пофоткала И цветы Не, ну он вообще красивый Красивый Такой Такой Так, я хочу показать еще раз Что мне подарила Юля И нормально прокомментировать Во-первых, я вообще не ожидала Что мне кто-то что-то подарит Ну просто Мы виделись с Юлей первый раз В жизни И даже до этого Особо не переписывались Только Она, кстати, состоится В местных чтениях Ну, санэкоренней Вот Она мне подарила маску Для лица Очищающую Короче От лабораториум Потом Не менее важно Что все упаковано Было Я спрашиваю Кто-нибудь дома Здесь вот такая конфета От кофейни культура Это типа как счастье Она мне сказала В общем, попробуем Здесь идут стикеры И закладка Я тоже ее вроде показывала Юля подснимала Книжная закладка Магнитная с бульдогом Смотри Круто Вообще Потом Юля рисует открытки И здесь Три открытки Одна Подписанная For me И две вот таких Чик-пук Чик-пук И самое такое Крутое Во-первых Это бумага С Гарри Поттером Которую делает Девочка Настя У нас на елке Висела ее открытка Розовая такая С собаками Вот Я вот типа Такой хотела бумаги Но она Закончилась В нем Очень быстро Все продалось Вот Я когда увидела Бумагу Вообще Продалась И здесь Внутри Две бумажные Гирлянды Вот Это делает Юля Вместе Со своим Братом И все Они делают Вдвоем Здесь идет Такой Монстрик Там еще Внутри Вот такие Сердечки Внутри Тоже все Очень Красиво Я попросила У своего брата Старшего Вот такую штуку С сердечками Мне подарила Это Юля Короче Я сейчас не буду Раскладывать Потом не соберу Вот Представляешь У меня еще Даже есть Вторая Села На Санкт-Петербурге Но здесь Не эта Напись Здесь Голубки Быстренько Тоже Покажу Во-первых По-моему Это В подписных Изданиях Я купила Карандаш Ну И что Пусть будет Вот такая Крутая Закладка Она Типа Тканевая Из гаража Мы заходили Туда с Юлей Когда были Вот В Новой Голландии Сейчас Скажи Проверим Потом Я заходила В музей Набокова И конечно же Я купила Там И открытки Но В автомате Вот Тоже Первый раз Так сделала Прикольно С Юлей Еще Когда были В Голландии Заходили В серф Я взяла Там еще Две наклеечки Вот таких Подписных Мы сделали Фотокарточки Вот это Юля Еще Заходили В Конечно Вообще Случайно Мы туда Зашли Он называется Лавка художников И там Очень много Красивых Было Открыток Мне так понравилось Вот это Под мои Розовые Цветы Это когда Была в академии Тоже Взяла Такую штучку Я такую Использую Как закладки Для книг И еще Мы заходили Когда поднимались На Исаакиевский Собор Потом Зашли в Счастье И там Тоже Продавались Открытки Я купила Вот такую Одну И Конечно Жая Я привезла Домой Но Вот именно Там Я купила Вот такие Штучки Это Молочные Конфетки Они Трех Разных Форм Сердечко Кто тут еще Ангелок И Мишка Вроде Вот Но мы с Юлей Уже правда Открыли Здесь Вот так Вот Нужно Как много Держите Ангелочек А в пакете Я купила Уже в аэропорту Там тоже Конечно Было счастье Я Ну ладно Возьму А еще Юля мне сказала Что счастье Есть Только в Петербурге И в Париже Вот Я взяла Макарончики Конфеты Не хотела брать Потому что Конфеты Я знаю Что можно Здесь Купить В целом С этим Нет проблем Так Раз Покол Целый час Твоего Волога Кстати Юля Меня нашла Через Ютуб Ты мне говоришь Представляете Ну ладно Забирай Ох Пахнет Вообще Вкусно С чаем Есть С чаем Есть Что там У тебя Что там У тебя Там Пахнет Что вы Там Нюхаете Спасибо Что посмотрели Этот огроменный Я думаю Влог Он был Очень Классным Я его Еще не Монтировала Я думаю Там Очень много Красивых Моментов И кадров Всем спасибо Всем пока